Привет всем ребят, на связи GrimOptimist и сегодня мы с вами играем в Just Cause 3. Да, именно так. Всё-таки не удержался, я приобрёл данную игру. Вот, правда скажу то, что купил я её не через Steam, а в магазине SteamBuy. С ним у меня давно уже партнёрские отношения, и я сам покупаю там практически все игры. Вот я недавно купил Бэтмена, сейчас купил Just Cause. Отлично, Рико, теперь оторвись. Так, ну-ка, стоп. Попробуй догони. Не знаю, как бы я там спас, короче, какой-то сайдквест выполнился. В общем, игра мне обошлась, ребята, 800 рублей. Это с учётом всех моих скидок, накопительных и так далее, хотя так она стоит 1300. Скрывать не буду, это как бы в какой-то степени реклама. Ссылка в описании, если что, покупайте на SteamBuy, я вам, ребята, гарантирую, что никаких проблем у вас не будет. Я там покупаю уже больше трёх лет, ни разу не было ни одного по себе. Значит, Just Cause 3, что я могу сказать? Эх, Бентли улетел. Это лучшее, что я сделал за день. Короче, вторая часть всё время мне очень сильно понравилась. И могу вам сказать, что, в принципе, третья, она является ничем иным, как улучшенной версии второй. То есть первый Just Cause, вот, допустим, мне вообще не понравился в своё время, я в него играл. Покупал ещё на диске. Ну, вообще никак не зашёл. А вот второй мне понравился. Третий, что я могу сказать? Первое, что бросается в глаза, это, конечно, графика полное дерьмо. То есть, ну, это факт. Как бы, да... Игру, кстати, до сих пор не взломали. Это та причина, по которой я купил её, сдали. По мне, честно, ребят, скажу, даже 800 рублей для этой игры, это дохера. Это очень много. Вот, и мне сейчас нужно... По заданию мне нужно захватить Монею. Да, то есть только проблема в том, что я... Так, ну, эту-то штуку можно уничтожить. То есть просто элементарно. Щит, да. А вот что мне делать с этой, со статуей, я пока, ребят, не понял, если честно. То есть мне нужно ещё поднять флаг и статую уничтожить. Да, и мой этот... Мой жучок там, или чё это? Тип-типа жучок. Его пилили. Значит, графика говно. Вот, но геймплей по-прежнему бодрый. Физика управления автомобилями, ребята, просто мрак. Сразу говорю, то есть полное дерьмо. Вообще, жест. То есть, очень плохая физика. Да, я только что сбил невинного человека. Я не знаю, что подкрепление. В области обнаружен враг. Всем бойцам положить обстановку. Так, возьми ты пистолеты, ё-моё. Вот, физика управления, ребята, автомобилем ужасным. Отправляю покрепление. Вот я не знаю, ребят, что делать с этой штукой. То есть... А, можно, да, тоже уничтожить отлично. Я подниму флаг. Всё, давайте поднимем флаг. Пистолеты здесь прикольные, кстати. Герои, кстати, я так и не понял, как он бегает. По-моему, никак. То есть, по-моему, он просто не имеет бегать. Зато он умеет делать это. Сегодня не найдено. Отыщите его. Так, и где поднимать флаг, интересно? У него любопытно. Давайте посмотрим. Где флаг-то поднимать? Там что-то есть. То есть, наш герой, по сути, супергерой. Ну, как бы, как спайдер-мен, практически, круче, чем Бэтмен. Умеет... Умеет прыгать с любой высоты. Давайте поднимем. Игра не серьезная, сразу говорю. То есть, это такая, знаете, пародия на GTA. То есть, в какой-то степени. Хорошая пародия. Даже не на GTA. Это... Она, знаете, она менее безумная, чем Saints Row. То есть, в плане юмора. При этом, по геймплею, она более еще безумная. Да. Но при этом, она, как бы, немножко более на серьезных вещах. То есть, в Saints Row там откровенный трэш. То есть, просто, да. Вот, разблокировано новое испытание. С-20. Вот, и у нас подкрылось какое-то новое задание. Плюс тут еще какое-то задание есть. Давайте посмотрим. То есть, крюком стало пользоваться еще удобнее. Теперь, тем более, герой еще вот так умеет делать. Да, только я чуть не убился. Лучше так не делать, ребят. О, появилось новое какое-то реальное задание. Появился винг-сьют, но... Гонки в винг-сьютах просто потрясающие. После них ты станешь еще опаснее, орел. Вот тут все, короче, героя очень любят. Он такой, знаете, любимчик прям очень большой. Вот, правда, я вот не знаю, как мне вывозить. Но давайте попробуем. Еще я заметил то, что герой реально хлюпик в этой части игры. То есть, в том плане, что он очень быстро умирает. Ну, как бы, это, конечно, ну, нереализм, понятно. Но по мне надо было героя. Что-то я, видимо, не совсем я еще освоил винг-сьют. Ну, давайте попробуем еще раз. Давайте попробуем повторить. Надо понять, то есть, я на нем пока еще мало на этом. Но это, я не знаю ни одной большей игры, где есть винг-сьют. Это круто. Но он, как бы, ну, Бэтмен. Его плащ это, по сути, тоже винг-сьют. Но Бэтмен, я вам скажу, лучше в управлении. Но это мне не понятно, то есть. Блин, немножко это заглючило. Блин. Да что ты будешь делать? Давайте еще раз попробуем. Сейчас, мне кажется, я понял, как управляться. Да что ты. Радует только то, что довольно быстро все происходит. То есть, не приходится, там, полчаса ждать, чтобы переиграть. Ну, как, конечно, загрузка немножко раздражает. Но она такая, в пределах, в пределах разумного. Да, блин. Очень сложно, ребята, управлять. Тут, как вы понимаете, управление не на мышке, а на клаве. На клаве, на вазде. Давайте последний раз попробую. Не получится, значит, пока забью. Потом научусь, получу. Повторю. Вообще, как бы, знаете, игра реально классная. Вот она, в ней что-то есть. Но проблема ее в том, что, говорю, она стоит очень дорого. То есть, она стоит 1300 рублей без всяких скидок. Я считаю, это просто бред. То есть, это очень много за такую игру. То есть, этой игре цена, ну, где-то там, примерно... Вот его просто носит, пиздец. Я не могу ничего, не могу справиться с управлением. То есть, его начинаю относить. Но пока не буду, ладно. Эта игра... Игра цена, вот... Ну, вообще, рублей 700. Так, по-хорошему, да. Со скидкой 500 или 400 даже. Понимаете, как бы, ну, очень много она стоит. Это откровенная B-игра. То есть, такая, знаете, ну... И... Очень странно просто. Когда за такую игру просят так много. Я же вроде успел. Давайте посмотрим, что это за здание. Короче, без скидки, ребята, брать не рекомендую. Сразу говорю. Либо ждите в стиме скидок, либо на стимбай. За 1300 это, ну, не знаю. Здание перед твоим носом. Один из моих лучших гаражей. Я вижу только какую-то синюю постройку. А, я тебе покажу. Вот, направляйся по этим координатам. Доберитесь до загадочного места. Ну, давай, доберемся. То есть, герой, он почти как Бэтмен. Он реально напоминает Бэтмену. По-своему, этим. На пристанях, на аэродромах. Но они все одинаковые. Каждый гараж принимает любую технику. Долго придется добираться таким и темпом. Как, по-твоему, я притащу катер на аэродром? Понятия не имею, Рико. Тебе лучше знать, это ведь ты у нас парень с крюком. Верно. В общем, ты можешь пригнать технику в любой из моих гаражей. Я вот думаю, блин, там нету прохода же. Нам нужен катер не для этого. Да, я думал, повыше, честно говоря, герой взлетит. Надо, конечно, привыкать, скажем так, к этим всем способностям Рика. Потому что, ну, пока, вот я говорю, я еще не привык, и мне не очень удобно. Ну, как вы видите, то есть уже что-то получается. Такая, знаете, хорошая игра, если вы устали от блокбастера. Вот эта игра, она как бы себя и не преподносит каким-то, знаете, супер блокбастерам. Другой вопрос, то что цена, вот говорю, ужасно завышенная. То есть просто трэш. То есть, ну, я так, как бы, разработчики тут ни при чем, цену издателю устанавливают. Поэтому я не буду придираться к этому, как бы, да. Тут это чисто такая... Такая тема. Таким вот образом можно довольно быстро добираться. Во второй части винг-сьюта не было, кстати, если что-то что-то что-то. Погоди, ты хочешь, чтобы я доставил тебе этот скутер? Но зачем? Игра подтормаживает периодически. Не беспокойся, никто о нем грустить не будет. Оптимизация дерьмо. То есть она... То есть... Откруйте камлинг, выберите Монею. Вот понимаете, как бы... То есть, с одной стороны, она не тормозит, но она иногда в ПС просто просаживается. Очень сильно. И в игре неинтересно ездить. Вот вообще. Что на мотоциклах, что на машинах, вообще... На вертолетах еще более-менее. А на остальном просто неинтересно. Ну, это из-за того, что физика говна. Сюжет настолько же бредовый, как и раньше. Ну, это нормально, то есть в рамках их жанра. Он такой и должен быть. Не тупи, Рико. Я забираю мопед, разбираю на части. Мои парни делают новые мопеды. И все получают по мопеду. Все в плюсе. Кроме драконницы. Она в минусе. Ну, в этом-то и вся суть. И вообще, камера себя странно ведет, когда ты водишь машину или... Не похоже на GTA, например. Пригодились бы больше, чем этот... Скутер. Да. Если ты разделаешься с базой Тиравелло, мои ребята смогут изучить технику, которая там была, и доставить ее тебе. Только не надо тащить машину с базы в мои гаражи. Еще следует сказать то, что... Сейчас давайте на диалог... Диалог бесслушный. Анан для работы. Надо держаться в тени. Кстати, локализация полная. Созвучки, как вы слышите, это радует. Что я могу сказать по... По графике еще. В игре, несмотря на то, что картинка реально... Гота так, 2009... Взрывы сделаны круто, и разрушаемость очень неплохая. Все, я выполнил задание. Они быстро работают, Марио. Но теперь у меня нет тачки. Ну что, нашел? Нашел. И зачем они мне нужны? Кидай их, чтобы показать ребятам, куда доставить снаряжение. Так, карта, перейти в раздел «Склад повстанцев». Уберите в раздел «Транспорт». Вы найдите... Ага, вертолеты. Добавьте в список переброски парные двуручные оружия. Как это сделать? А, вот тут. И двуручные, давайте еще. Не знаю, что-нибудь надо. Нормальное такое, вот. Там пулемет есть. Ага. Теперь нажмите «Н», нажав. «Н», интересно. «Н» это. Это «Н» или «Н», реально? «У тебя будет вертолет». Блин, так глючно это робутствует. Я еще слабо с мышкой играю. Вообще можно с геймпада играть, но что-то мне подсказывает, что такие...» «И он летит ровно туда, где окажется маячок». «Ага, это все Дайма придумала. Одна из ее старых разработок. Да. Ну-ка с геймпада попробуй просто. Ой, чёрт. Не, не хочу я. Просто не привык, и поэтому мне сейчас будут... Неплохо, Марио. Не забью, Россия. Если тебе что-нибудь понадобится, используй приложение. Но мы можем доставить только то, что ты уже нашёл. Так что придётся потрудиться. Пулемёт. Вот, вертолёт управляется как ГТА Сан-Андреас. Ну, или Вайссиди. Давайте посмотрим, где эта база. Вот она. Вот, вертолёт более-менее неплохо управляется. И вообще, как бы, смотрите, ну, несмотря на то, что графика говно, картинка отрисовывается очень далеко. То есть, ну, дальность отрисовки очень большая. Но иногда подтормаживает. Ну, играть можно. То есть, на моём компе, в принципе, играть можно. Запретная зона. Немедленно покинь территорию. Всё, я понял, понял. Ой, блин, фризит говно это. Чё, чё я хернёй-то, мое, господи. Рико, встретимся в Виз Электро. Турбина построили за два месяца, используя труд заключённых. И ни одного вата энергии не достаётся народу. Ох ты ж, блин, чё она так лагает-то, а? До этого так не лагало. Там, может, полагается ещё. Не, ну реально чё-то фрезы какие-то пошли, вообще жесть. Блин, до этого вроде не фрезы вот так они. О, господи, как это говно лагает, а? Блин, просто жесть. Какие антенны? Блин, надо настройки, наверное, пониже сделать. Чё-то реально подтормаживать всё. Да блин, давай, Вика. Чё-то. Блин, я не помню, как взрывать. Так, вот эта кнопка. Это можно просто так взрывать. Тут надо одна. Да. Ох ты ж. Ну и всё, как я говорил, Рика умер. То есть просто бочки рядом взорвали. Ну лагает ужасно, надо, конечно, настройки ниже дело. Невозможно играть так. Странно, у меня до этого вот на этой миссии почему-то залагало, до этого не лагало. Ну и, понимаете, вот, блин, ну за такую игру, ну, просить вот 1300, это просто бред. То есть да, она весёлая, да, но, блин, она херово оптимизирована, она просто, ну, элементарно вторичная. То есть это B-игра, блин. Ну какого, какого хера они, блин, столько денег за неё просят, я просто не понимаю. Что-то реально, смотрите, она вообще лагать начала у меня, я вообще не понимаю почему. Смотрите, просто, да, даже здесь в поле стало лагать. Вообще непонятно. Ну-ка давайте посмотрим по настройкам. Так, управление, это графика, вот. Так, тут всё нормально, полный экран, да, качество текстур, ну давайте на среднее всё сделаем. Хотя и так график это дерьмо. Теселяция воды, да нахер она нужна. САУ. Блин, если САУ выключить, будет говно вообще полное. Глобальное освещение, давайте хотя бы его выключим. Ну, вроде получше стало, да? Хотя графика ещё хуже стала, конечно. Печально. И то, что мы уничтожили, кстати, уже всё. То есть оно уже так и осталось. Даже несмотря на то, что меня убили. О, какой, какой косой такой пулемёт, конечно. Жест. А, прямо в лицо. Ага, вон ещё одно взрыв. Рико, взорвите антенну. Блин, да всё время не ту кнопку тут, а на капслотку взрывчатку. Местерны с топливом красиво взрываются, Рико. Меня зацепило, кстати, немного взрыва. Пулемёт, кстати, мне не нравится. Да, блин, возьми ты его уже в руки. Хоть и мне не нравится, другого-то нет. Чё, не хочешь взрываться? Не знаю. Блин, а где ещё антенны? Я чё-то не вижу пока. Ну-ка. Пока непонятно, чё-то где антенны. Но уже меньше визит, по крайней мере, играть можно. Всё очень быстро, перезаряжается оружие. Тут как бы специально это сделано. Ну, чтобы ничего тебя не напрягало особо. Ну, говорю. Во-первых, герой очень быстро умирает. То есть, да, ну, как для такой игры, которая, знаете, как... Фильм, я не знаю, ну, с каким даже фильмом-то сравнить. Кто следующий? Так, давайте-ка. Блин, да опять нитки, блин, надо убрать с капслота, это просто бред. Сейчас должно там всё подрываться. Так, меня он сжигается. Да, они постепенно сейчас все повзрываются. Хотя вот эти могут и не взорваться. Но игра, кстати, лагать перестала, справедливости ради. То есть, надо сказать, что помогло сброс на стройке. Ну, блин. У меня, конечно, компа по нынешним меркам не фонтан уже, да. То есть, видюшку надо менять, но напрягает всё равно, честно говоря. Просто графон как бы ни о чём. Была бы хоть графика крутая, было бы тогда понятно, что да, лагает. Потому что надо графон как-то тянуть. А тут просто, блин, она просто тормозила всё. Высадиться и открыть огонь. Да сколько же заповещается. Ага, вот ещё и. Это центральный энергоузел. От пули он защищён, но взрыв не выдержит. Крабы, реча. Да нифига он у меня в пули здесь ещё. А меня же с улью такими темпами надо валидиться. А вот этот защищённый, всё понял. Ну тогда, давайте тогда, бадабум. Видите, взрывы классно сделаны. И, кстати, они, как ни странно, фпс-то не просаживают. То есть... Займись вторым, пока система не стартовала снова. И постоянно видите красный экран. Теперь к турбине есть доступ. То есть... Надо ещё привыкать, видите, к тому, как двигаться герой. Он здесь очень странно себя ведёт. То есть... Ну, такой своеобразный очень парень. Всё, взрывается. Но постоянно вот видно, этот экран краснеет. То есть постоянно герой, как бы, ну, такой на грани... Ну, не то, что на грани смерти. Он постоянно раненый. Меня вот это, честно говоря, напрягает. В такой игре, как бы, повышенная сложность, она не нужна. То есть, эта игра не про это. Это игра про то, что главный герой круче, чем яйца сваренные в куруту. Вы понимаете? Когда он подыхает постоянно, и постоянно весь там... Весь красный, это раздражает. То есть, в таких играх не должно быть. Это как в фильме, не знаю, там, неудержимый, или там... Какой-нибудь еще там, ну, боевик взять. Постоянно бы герои были бы там ранены. Так, а что дальше делать-то? Оружие. Ну, оружие-то я понятный. Да. Да, я что-то не совсем понимаю, что дальше делать. Так, эти мы взорвали. Турбинный блок один остался, видимо. А странно, мы же вроде все взорвали, нет? И еще раздражает то, что враги, они, сука, естятся. Это просто жопа какая-то. Я же вроде все уничтожил турбинные блоки. Посмотрите, даже трубы горят, то есть, это означает. Или это не турбинный блок был? А, их два всего, значит, что-то другое, ребят. Турбинный блок. А где он? Он сдохнул. Тебя никто не вспомнит. Вот тут что-то какой-то знак. Не понимаю я нигде, ребят. Не понимаю. Тут все уничтожено. Давайте осмотримся с высоты птичьего полета. Что тут еще может быть? Надо еще взорвать, как вот этот, говорю, этот турбинный блок, а я не знаю где он. Может вот, а вот это считается? Весь, то есть, весь вот этот блок считается. Все, по-моему. Это как один не считается. Все, ясно. Сейчас меня просто застрелил за курицу. Блин. Не очевидны некоторые вещи, если честно, в этой игре. А, блин, а то, блин, а то чуть отуплю, ребят. Это мы уже уничтожили. Блин, а у меня нету уже этого. Думаю, этого хватит. Тихо, ребята. Жалко, герой бегать не умеет нормально. Или я не понял, как он бегает. Возможно. То есть на шифт он не спринтует, если кто не понял. Все, уничтожили. Куча заданий всяких. Привет. Шелдон вызывает Рико. А, так и знал, что ты уцелел. И что тебе надо. Ты подложил, что вам с твоим другом стоит это учитывать. Спасибо, Шелдон. Марио, ты там? Так, тут какие-то заданицы. Встретимся за городом. Разрушение на вертолете. Давайте посмотрим, что это за задание. То есть, как вы понимаете, вот игра из серии запустить, поприкалываться, не более. Вот вообще не более. И, говорю, цена есть 700 рублей. Без скидок. В рамках амбициозного плана генерала Теравелла по развитию возобновляемых источников энергии было решено снести ВИС Электру. А, это просто управляемый снос зданий. Тут как бы приколы постоянно в новостях вот эти вот есть. Ну, и еще какой-то вооруженный человек только что забрал мой мобильный. Ладно, виво медичи. Давайте посмотрим, что это за разрушение на вертолете. Тут постоянно, когда ты что-нибудь сносишь, новости, короче, которые говорят. Сохраняйте спокойствие, все нормально, там, у нас все хорошо. Это вообще во второй части был. Такой прикольчик своеобразный. Расчет начнется в пустое. Я за таким вертолетом еще ни разу не сидел. А че он не садится-то за него? Все. Так, че у него есть? Ракеты и все, да? Больше ничего нет. У них не ракета, а мини-ган тут есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... так модификаторы вот стеклянный гранат и грант взрывается как только попадают вот что-то давайте возьмем и все да да то есть его можно включать и выключает модификатор в общем ребята такие дела такая игруха прикольная но очень дорогая и кривая откровенно говоря то есть такие дела не знаю стоит ли делать еще по ней видосы пишите свои комментарии пальчики вверх вот если хотите всем до скорого всем пока